Предлагаю вашему вниманию очередную часть покатушки по Москве. Выполняю заявки, то, что вы просили снять, разместить. Я не стал снимать Каширку и Варшавку. Видео у вас уже есть по этим участкам. Вот сейчас двигаемся по Варшавке, чтобы въехать на третье транспортное кольцо. Впереди Тульская, с левой стороны впереди можете наблюдать этот корабль, дом корабля, о котором уже неоднократно говорил. Над нами, вот видите, впереди эстакада мост. Это третье транспортное кольцо. Сейчас мы под ним проедем, примем право, чтобы выехать на трешку. Как видите, скопилась огромная толпа машин. Но тут это объясняется тем, что с трешки съезжают, уходят на Тульскую и с Тульской уходят на третье транспортное кольцо. Поэтому вот такая вот толпа автомобилей. С правой стороны здание Ереван Плаза. Большой, огромный торговый центр. Ну а с левой стороны, вот вы видите, впереди корабль, так называемый, построенный к Олимпиаде 80-го года, который проходил в Москве. Ну вот, уходим направо. Там проблема, большой груз у него, проблема с колесом, и водитель ремонтирует, снимает колесо, по-моему. В общем, занимается ремонтом. Ну, не очень удачное место он выбрал. Ну, как говорят, авария не выбирает места. Вот он, бедолага. Так, разворот. Ну и вот, пытаемся попасть на третье транспортное кольцо. Тут затруднение. Мы двигаемся по Яндекс.Навигатору, и поэтому другого пути, более такого быстрого не было. Ну вот, на третьем транспортном кольце небольшое затруднение. Ну, как показала потом картинка, видно будет, с правой стороны произошло ДТП. По-моему, Газель. У меня что-то, какая-то была проблема с задним правым колесом. С задним левым колесом. Извините. И его тащил эвакуатор. Искры из-под колеса. Ну, колеса как такового не было. Был диск. Ну, реклама, как сами можете наблюдать, от неё эффекта мало, только отвлекает внимание от дороги, от движения. Когда уже этот наведён будет порядок в этом плане. Откуда смотреть на рекламу на эту? Лучше был бы от дисплея пробок на третьем транспортном кольце. То есть, вот, чтобы водители готовились к этому. Вот тут тоже затруднение объясняется тем, что с Варшавки автомобили уходят на третье транспортное кольцо. Как в центр, как вот мы, например, двигались на развязку, уходили. Так и из центра. Там тоже правый поворот. Плюс там ещё одна дорога. В общем, куча дорог. Это 4 или 5 дорог. Объединяются в одну. Выходят на третье транспортное кольцо. И в случае небольшого там ДТП или какой-то непредвиденной остановки на дороге возникают вот такие толкучки. Сегодня проедем по третьему транспортному кольцу. Как просили, мы проедем мимо Москва-Сити. Будет с правой стороны. Ну а затем будем возвращаться опять-таки по этому маршруту. Уже Москва-Сити будет с левой стороны. При подъезде к Москва-Сити в тоннеле решил немножко повернуть видеорегистратор. Так, чтобы вот этот район Москва-Сити был, ну, как можно больше, чтобы его было на экране. Но, к сожалению, там произошло отключение питания от видеорегистратора. Поэтому небольшой фрагмент был утерян. Ну, общую картинку наблюдать можно будет. Вот эти разъемы крайне очень ненадежные. Которые сейчас вот используются на многих видеорегистраторах, на видеокамерах. По этой причине вот, ну, сейчас у меня опять-таки дилемма. MaxApp предупредил. Ну, что программное обеспечение прошивки для датакам 6 Max, они сырые и вызывают проблемы. Но, что меня привлекло в датакаме, это подключение питания на магните. Вот, то есть, тех проблем, которые у меня постоянно возникают с этими гаджетами, там эта проблема, разъем питания принципиально другой, на магните. И, ну, не знаю, теперь я немножко... Таран тоже написал, что датакам, ну, предложил варианты по-другому. Сейчас, я сейчас не помню название, дай бог. А Шторм, по-моему, 718-й и еще один вариант. Ну, сейчас буду рассматривать. Конечно, не хотелось бы в пустую тратить деньги. Денег и так крайне мало. Сильно ограничен в средствах. Но стараюсь выбирать аппаратуру, максимально удовлетворяющую, скажем так, запросам. Вот чем хорош датакам, там поляризованный фильтр стоит, где-то можно отстроиться от отражения торпеды на лобовом стекле, как сейчас можете наблюдать. Так, ну, а мы движемся сейчас с правой стороны, чуть подальше. Будет вот эта самая ситуация, когда газель тащит эвакуатор, колесо. Так, вот сейчас с правой стороны будет это ДТП, когда автомобиль газель будут тащить на буксире. Ну, вы видите. Ну, дальше движение будет более-менее свободное. Без проблем. Кстати, опять будем въезжать в туннель и попробуйте определить, где съезд с третьего транспортного кольца в сторону центра и где съезд в сторону МКАДа. Место вот это проблемное постоянно, там многие путаются. Ну, а у вас уже есть подсказка на прошлых видео, где вы сможете, если будете в Москве, уже ориентироваться более-менее уверенно. Трендеж в салоне-то, с сыном разговариваем. Но это неинтересно, поэтому я звук немножко убавлю там. Так, это такие свои разговоры. Между вам неинтересно. Погода, как видите, пасмурная. Слегка, кстати, только вернулись домой, вот после этой поездки ливанул. Такой дождь. Ну, зря заняли вот эту полосу, потому что картинка будет не очень заметна. Вот сейчас должны появиться автомобили ГИБДД с правой стороны. Где они? Ну, фрагмент будет виден, но я не ставил перед собой цели крупно заснять вот это происшествие на дороге. Вот машины ГИБДД стоят. Ну, и вот впереди, видите, тащат на прицепе газель. Она без колеса, без левого заднего. Ну, все, дорога теперь свободна. И двигаемся по определенному уже маршруту. Третье транспортное кольцо. Москва-Сити. Ну, там немножко по небольшим улицам. Ну, а потом опять выйдем на Третье транспортное кольцо. Москва-Сити. И до Варшавки. На Варшавке я опять останавливаю видео, потому что Варшавку, Кошерку вы уже более-менее изучили. Вот сейчас подъезжаем к тоннелю. Ныряем в тоннель. Вот попробуйте определить, где съезд на Варшавку. Где съезд в центр с третьего транспортного и на МКАД. Вот первый съезд поворачивает это в центр. И вот второй съезд с аварийкой стоит. Это в МКАД. Вот дружище запутался. Это он вынужден остановиться, включить аварийку, чтобы определить, где он, что ему делать. В общем, попал, бедолага. Очень неудачная, очень проблемная вот эта вот развязка. Уйти с третьего транспортного кольца к центру или уйти в сторону МКАДа, в сторону области. Не продумано. Вот сейчас, видите, съезд с Ленинского проспекта на трешку. Он впереди появился на горизонте один из пунктов маршрута Москва-Сити. Движение на трешке более-менее свободное. Не более-менее, а вполне приемлемое, вполне свободное. Скорость показывает, что двигаемся, движемся без проблем. Вот я не знаю, если они мне предложат зарплату 80 тысяч рублей. Я разместил видео на втором аккаунте проблема с SGCAM Legend, SGCAM 6 Legend. Во время движения по трассе М4 Дон я вел съемку, ехал с сыном, сын был горелем, часа два, наверное, уже работал. Вот эта камера снимала, хотел снять небольшую поездку и показать вам. И вдруг в какой-то момент произошел такой хлопок, очень неприятный, вздрогнули, в чем, что случилось, в чем проблема. И тут заметили, что экран этой камеры, с SGCAM 6, стал белым. Но тут же приняли вправо, припарковались, отключил камеру, в общем, картинка была удручающая. На видео под названием взорвался SGCAM 6, но это на втором аккаунте можете посмотреть. Был очень горячий, эта камера была очень горячая, оторвался дисплей, вздулась батарея, встроенный, не встроенный, а аккумулятор, встроенный, аккумулятор раздулся, потом уже осматривая, увидел, что он расплавился внутри. Это здорово напрягло, потому что, не дай бог, был бы сильнее хлопок, сильнее взрыв, взорвался бы сам аккумулятор, но, конечно, проблемы были бы очень серьезные. Я просто представил, если бы это было на трассе где-нибудь, например, вот Уральские горы, перевал, ну, конечно, до беды там недалеко стекло могло разлететься в дребезги, тем более, сама камера где-то в метре от лица, а там крутые повороты, сами знаете, спуски, подъемы, там до беды, конечно, было бы недалеко. Так, вот Москва-Сити с правой стороны, сейчас мы немножко ведем влево и прям за тоннелем в Москва-Сити. Насколько возможно заснять, я это сделал. Красивый район, никто не спорит, но он, на мой взгляд, совсем не вписывается ланшафт города, совершенно. Вот, я согласился бы, если бы он был построен за Амкадом в Новой Москве, тогда да, там он, как бы, был достопримечательностью и одним из таких привлекательных участков. но в городе он никак не вписывается, на мой взгляд. Хотя, красиво. Не знаю, насколько это функционально. Аренда там бешеная. Мест для парковки, для стоянки практически нет. С чем думали, я не знаю. Вот сейчас пытаюсь немножко повернуть камеру вправо и по всей вероятности нарушаю питание видеорегистратора. Он выключается где-то в этом месте и несколько секунд видео будет потеряно. очень ненадежно разъем. Москва. Ну, вот видите, немножко, несколько секунд было потеряно. Вот он этот, ваша заявка Москва-сети. Вот он с правой стороной. Это съезжаем с третьего транспортного кольца. Вот он промахнулся, дружище. Он не знает, что заезжать на островок безопасности это карается штрафом. Но его счастье, а может там и стоит камера, не знаю. Вот она, район Москва-сети. Конечно, не очень эффектно. Хотелось бы вам показать всю высоту, всю грандиозность этого района. Но уж извините, вот как получилось. Вот дважды у меня отключался он. Но бог с ним обратный маршрут, он будет уже без таких срывов. Но погода, говорю, не очень такая видеосъемочная. Какая там гла непонятная. Видимость не очень. Может быть нужно другой камерой снимать. Но не знаю, будет такая возможность, то если мне привезут замену сегодня должны привезти шестерки из GKM6. Значит, после того, как у меня произошло ЧП с видеокамерой из GKM6, я позвонил дилеру, у кого покупал его. он предложил приехать, сдать ее на ремонт. Вот что я и сделал. Поехал в офис. Но он не видел состояние видеокамеры, поэтому говорил, что нужен будет ремонт. Но потом уже осмотрев внимательно и увидев то, что аккумулятор там расплавился, решили ну первоначально он сказал, что 45 дней займет ремонт. Я согласился и попросил дать замену, потому что камера мне необходима практически в каждый день. На что дилер был удивлен, что такой практики нет, чтобы на период ремонта сложной бытовой техники выдавалась подмена. Я сослался на закон о защите прав потребителей, что опять-таки вызвало удивление у дилера, он не был с ним знаком. Попросил назвать статью и так далее. Ну вот такой разговор был информационный, скажем, неконфликтный продавец, неконфликтный, нормальный, адекватный парень, зовут его Дмитрий. Вот я сказал, что если он не представит мне замену и так далее, в течение там трех дней, я обращусь в союз по защите прав потребителей. и там уже будет немножко в другом раскладе разговор. Оставил камеру, уехал. Не прошло и часа, звонит дилер и приносит извинения за незнание закона и предлагает два варианта полностью вернуть деньги за камеру или же произвести обмен на такой же марку. Я согласился на свой вариант, предложил свой вариант, что вместо SG6 он заменит ее на SG7 Star. Это более новая модель. Там другие аккумуляторы. Это место, где гаишники постоянно ловят, у них есть ориентировки и в этом месте постоянно в любое время дня и ночи присутствует постгей. И я надеюсь, что эта 7-ка Star, что там другой аккумулятор и надеюсь, проблем не будет. Но он меня предупредил, что на SG7 Star поступают как бы не возвраты, а гарантийные случаи наступают. Бог с ним посмотрим. Надеюсь, повезет. И вот сегодня жду, должны подвести камеру в 7-ку Star. В ближайшее время ее опробирую, попробую на запись, протестирую на всех режимах. Но все режимы мне не нужны. Фотографии, потом замедленная съемка, ускоренная съемка, съемка из окна автомобиля и съемка в формате 4К. Но такого формата и такой формат я еще не пробовал. Но там такой формат присутствует. Но посмотрим. Сделаю небольшой тест. SG Cam 7 Star дополнительно заказал пульт дистанционного управления. Там небольшая доплата. Ну бог с ним. на GoPro у меня нет средств. Поэтому вот обхожусь пока. А не пока, а вот такими гашетами. Видите, двигаемся по Венегородскому шоссе в сторону области. Кстати, вот сейчас едем с видеорегистратором, с видеокамерой к дилеру. Это поездка к дилеру. Заодно значит выполняю заявку по тому, чтобы показать третье транспортное кольцо и Москва сити. Ну погода, говорю, не очень такая фотосъемочная, поэтому вот как-то блекло все это. Ну будет возможность снять в ясную погоду, естественно, это сделаю. трешки съезжаем, вернее, с Венегородского шоссе. Сейчас будем съезжать. у нас цель улица маршала Бирюзова, по-моему. Улица маршала Бирюзова, если не ошибаюсь. но на надписи в нижнем левом углу вы это сможете наблюдать. Два слова о подготовке к международному фестивалю фейерверков парке Борисовский каскад, вернее, Борисовский каскадный парк. Уже по первому каналу идет реклама и репортажи о предстоящем мероприятии. Сегодня у нас 15-е. Осталось 4 дня. 19-го числа 2 дня будет идти это мероприятие. Ну, попробую снимать на все виды камер, которые есть у меня, у детей. Вот самый лучший вариант, естественно, естественно, будет представлен для вашего внимания. Ну, вот по памяти прошлого года это просто потрясающее зрелище, красоты невероятной. Не знаю, сколько в этом году будет стран участвовать, но в прошлом году по-моему было 7 стран. Ну, и как фаворит был Китай. Сейчас полным ходом идут работы. Строительство, подготовка идет днем и ночью. Уже установлены вип-места кресла. Построили, установили вот эти вот киоски разные, как их назвать, палатки, что ли. Установили, практически закончили устанавливать сцену, на которой будут выступать артисты. Я не знаю, но там будут звезды, я сейчас пока не знаю, кто пофамильно, не знаю. ну, и как вот говорил Сергей Семенович Собянин, что Борисовский каскадный парк приобретает статус постоянной площадки для проведения международного фестиваля фейерверков. На самом деле, там дома удалены от этого мероприятия, то есть опасности в случае какого-то ЧП для домов это не представляет. В прошлом году, если не изменяет память, этот процесс, это мероприятие посетили более полумиллиона человек. Но в этом году ожидается еще больше. В прошлом году так приплывали корабли, там кораблики, лодки, моторки, то есть на воде останавливались и любовались этим зрелищем. Очень много, очень много было людей. Ну, а мы сейчас приближаемся вот к месту, где расположен офис официального дилера S-G-CAM. То есть проблема, скажем так, решена бесконфликтно. Я удовлетворен действиями официального дилера тем, что он вот за рулем девушка там вроде было так вот резко тормозить ни в коем случае нельзя. Улицы не называем, можете прочитать сами. Ну, так движение в этот день, сегодня, вернее, вот день, когда проводилась съемка, это был понедельник. В понедельник движение очень слабое по Москве. Пик пробок наступает, по-моему, в среду. как-то непонятно, закономерность такая, что в понедельник движение более-менее свободное и в четверг, а вот в остальные дни там, конечно, напряженка. Ну, сегодня пролетели, как видите, проехать Москву поперек. проехать через всю Москву вот в том темпе, в том ритме, как мы это... Ну, еще скажу, что пользовались Яндекс.Навигатором. Он предложил два варианта ехать через центр, через Красную площадь, и второй вариант. Вот через Варшавку третье транспортное кольцо через Москва сити. выбрал второй вариант, ну, чтобы выполнить просьба ваше пожелание. Так что Макс Ап, Таран, по-моему, вы рассказывали пожелание увидеть этот маршрут. Вот пожалуйста. Вот половина маршрута, половина видео уже посмотрели. Сейчас заедем, припаркуемся, сходим в офис, ну, и назад вернемся этим же маршрутом. Если интересно будет посмотреть обратный путь, то можете продолжать смотреть. нет, то нового ничего не будет. На этом видео это покатушки по Москве. Третье транспортное кольцо. Сейчас где-то повернем налево здесь. Третье транспортное кольцо Москва сити. маршала Бирюзова. Я не помню, какой назвал я. Значит, маршала Бирюзова один. Здесь находится официальный дилер компании SG Ком. Но в интернете я много видел официальных дилеров, которые себя так преподносят. Не знаю, насколько они официальны или нет. но здесь вот я уже рассказал, какая была история. То есть меняет без проблем. видать понял, что я прав и решил со мной не ссориться. Ну вот я убрал кадр. Сейчас выезжаем. Двигаемся в обратном направлении. Двигаемся в обратном направлении. Опять на третье транспортное кольцо. пляж пляж м На на hopefully кольц по пляжу Вот я одного, откровенно говоря, не могу понять, почему вот Хорошевская третья, Хорошевская вторая, Хорошевская первая, там Хорошевские и так далее, почему эти улицы не назвать другими названиями? Ну, я приношу свои извинения, я не знаю, что такое Хорошевская или Хорошевский, это человек, это фамилия человека, или это какое-то другое название, вернее, какая-то другая информация за словом Хорошевская стоит или Хорошевский. Стыдно, конечно, но я не знаю, почему первая, вторая, третья и так далее, почему? Почему Парковая первая, вторая, третья, седьмая? Неужели нельзя давать названия более красивые, вот как у Антонова есть, там, тенистая, вишневая, и так далее, и так далее. Вот такие красивые названия. Понимаю, когда называют именами великих полководцев, великих людей, выкалечивают память. Так, остановимся пока. Так, у меня завис немножко наутбук, поэтому я сейчас потерял тему разговора. Так, ну здесь немножко мы плотанули, а нужно было прямо ехать, но смутила разметка. Потому что подумали, что там одностороннее движение, но нечасто бываем здесь. Но уже свернув, значит, поняли, нужно было поздно возвращаться, сейчас развернемся, и двинемся в обратную сторону. Ни маркировки, как таковой, ни знаков, очень трудно было понять, где можно или нет. А попасть навстречу, ну, мало хорошего. Вот эти синие троллейбусы, автобусы, маршрутки, как я понял, это муниципальный транспорт. Ну вот тут Шустряк тоже вызвал, раздражение вызывает. Вот он занял правую полосу, он на правую будет поворачивать или прямо поехать поедет? Вот отгадайте с трех раз. Задача. Отгадали или нет? Ну, на старт. Вынуждены. Так, желтый, сейчас. Куда он поедет? Прямо или направо? Проверьте свою интуицию. Желтый, зеленый. Вот так вот. Если угадали, значит, вам нужно идти в передачу «Битва экстрасенсов». «Битва экстрасенсов», 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 «Битва экстрасенсов». 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 « чуть попозже на третье транспортное кольцо кстати будем двигаться по третьему транспортному кольцу я вам подскажу одну хитрость один момент такой интересный одно это уже сына как бы накатал и пользуется этой уловкой очень ближе к этому месту я просто заранее скажу третье транспортное кольцо движется очень медленно возможно пробка но есть одна небольшая хитрость на трешке объехать эту пробку это затруднение не въезжать в туннель но об этом мало кто знает но ближе к месту я вот это прокомментирую если ни одной единицы не продано но это будет он впереди с правой стороны походу москва сити тем более пятница мы же в начале трой недели отпустили во вторник ну ни одно еще пока на складе там управлять пока по магазинам развозили не очень лоханулся так ну и как вы уже наверно сориентировались где мы находимся правильно Зенегородка со Зенегородки мы уйдем на третье транспортное кольцо вот последние годы проблемы которые были на Зенегородке они устранены движение как видите автомобили летят но раньше до этих развязок тут было конечно туши свет сливай воду крутой джип ремонт квартир ремонт квартир это ближайки ну и мы двигаемся по главной дороге как понимаете Вот припарковался газель, правая и желтая полоса, остановка запрещена. Мало того, что это дороги, где интенсивное движение, плюс разметка запрещающая. Поэтому, когда требует правительство иметь российские права, это почему-то у кого-то вызывает возмущение. Он тоже орел на джипе, видите, ушел со второй полосы и сразу повернул. Вот эти вот джигиты, значит, да и не только джигиты, создают серьезные аварийные ситуации. Припарковался, ну и может получить хороший шлепок взад. А если... Ну это уже будет, по всей вероятности, обоюдка. Вот Москва-Сити с левой стороны, в полной красе, с точки съемки третье транспортное кольцо. Тут я уже решил не трогать камеру, не прикасаться к ней, чтобы опять не потерять секунды съемок. Ну, картинка не очень впечатляющая, я говорю, что погода такая какая-то блеклая. Кстати, и реально тоже вот не очень красиво смотрелись эти строения. Не говорят, я сам видел камеры видеоредактора с углом обзора 360 градусов. Как она будет смотреться на экране, я не знаю, но там 4 камеры. Одна впереди, одна сзади и две по краям. То есть обзор получается 360 градусов, но насколько это будет интересно и, в общем, информативно, не знаю. Если бы они, например, объединялись в одну, я не представляю вот 360 градусов, как смотреть на одном экране, на одном дисплее. Там, по-моему, впереди где-то тоже есть ДТП. Грузовик, по-моему, въехал взад такси. Кто виноват? Не знаю, может быть, так часто подрядом несколько термогов в порядке воспитания. Но есть такие орлы. Может быть, грузовик зазевался. Так, теперь бы не прозевать вот этот момент, когда я хотел вам подсказать, как объехать небольшое затруднение пробку. Вот здесь пробочка, а мы ее объедем сейчас. Очень мало кто знает. Вот сейчас, смотрите, мы уходим вправо. Объезжаем пробку в тоннеле. И если автомобили здесь стоят в пробке, у вас есть реальная возможность этот участок объехать. Но вот двигая сейчас, не разворачивая все влево, а принимаем правую полосу, вот, этот разворачивается опять на... А мы попадаем, объехали пробку, вот эта вся там пробка в тоннеле. И на поверхности выходим опять на третье транспортное кольцо. Но мы сэкономили, ну, вот в данной ситуации мы сэкономили на секунд 15, может быть, 20. Может быть, полминуты, может, чуть побольше. Потому что движение есть. А когда движения нет, пробка, то вы реально можете сэкономить более значительное время. И вот, изучив хорошенько третье транспортное кольцо, вот местами, вот, вот сейчас тоже будем уходить с правой стороны, объезжать трешку. Ну, небольшое расстояние, но все-таки какое-то время экономит. Ну, говорю, нужно быть очень внимательным, хорошо изучить, чтобы не... Вот, сейчас опять обходим трешку, видите? Трешка с левой стороны, мы объезжаем ее справа. Столько там метров? Ну, она движется, ладно. А когда стоят? Ну, до конца мы объехали еще. Вот таких участков достаточно много. Ну, как достаточно много? Есть такие участки, которые, используя которые, вы сможете экономить в зависимости от ситуации, от обстановки на дороге, экономить время. Если пробка, экономите значительное время. Если движение более-менее, то там сэкономите, может быть, 15-20 секунд. Ну, те, кто, например, боится, ну, как туннелей, там... Как это называется, я не знаю, замкнутого пространства. Ну, можете объезжать туннель по поверхности. Вот так. Ну, постараемся, будет возможность, я постараюсь сделать полный обзор. Третьего транспортного кольца для водителей, которые... Вот сейчас ни в коем случае уходить направо нельзя. Если идете, Бог знает куда. И все вот эти вот развязки, все эти места, которые вот могут вызвать интерес, они будут прокомментированы и показаны. Это наработки сына, это не я, это его опыт. Потому что я по Москве практически не езжу. Ну, вот этот хам, он еще попадется там впереди. В Москве. Ну, что? Происточники взяли террористов, готовивших разрыв в Москве. А сейчас тут новость? Да. 33 минуты назад. Члены прогил. В московских торговых центрах. Готовивших. И на транспорте. Да. Качество съемки не очень. Даже сравнивать с датакамом, с трендвиженом даже близко нельзя. Обнаружили эти зрители лабораторию пока из Москвы? Ну, сейчас я говорю перед дилеммой, вот три-четыре варианта видеорегистраторов, в выборе которых я пока еще не определился, с выбором которых я еще не определился. меня, говорю, привещает здорово датакам, но говорят, что там прошивка сырая. Ну, буду звонить официальному дилеру, вот что он скажет. Потому что, на самом деле, мне вот в комментариях написали, и я также читал в комментариях в интернете. Там тоже много говорилось о прошивках. Но если гиллер убедит в том, что с прошивками сняты проблемы, то значит на датакаме или, может быть, трендвижен. мне очень нравится то, что там есть поляризованные фильтры, и можно вот этих от бликов на торпеде, от торпеды на логовом стекле можно избавиться. Вот с правой стороны, там видите, эта верхушка торчит, эта башенка такая. Это здание Академии наук. Академия наук Российской Федерации. Много шума сейчас идет вокруг этого здания, вокруг этой организации. Много очень не лицеприятного. Академию наук превратили какой-то отстойник в какое-то болото. Должность, звание, даже продает звание. Вот такая информация. Член Кор Академии наук. Но это вообще ни в какие рамки не лезет. Вообще во все структуры проникла. Вот эта вот мафия или как ее коррупция. Потом я выберу, что лучше идет. Пап, понимаешь, вот этот фэшн хаус. Зачем его забрасывать? Не только Академия наук вызывает пристальное внимание, но и другие сегменты нашей экономики. Субботу, к примеру, да? Вот уже сколько, наверное, было года идут разборки, какие-то процессы по реорганизации Академии наук. Вот авария с левой стороны, да. Так, ну дальше уже будет у нас Варшавка. Сейчас проедем под Ленинским проспектом. Уехать в область. Вот первый съезд сейчас будет. Это в область. Очень просто. Сейчас в тоннеле Нармелы сразу. Вот даже знак показывает. Здесь сделано нормально. Занимаете крайнюю правую полосу. Он поворотником Милкайд-Газель. Он уходит на Ленинский в сторону области. В сторону Акада. В общем, постараюсь, насколько это позволит время, рекупить обстоятельства. Максимальную информацию о развязках в тоннелях и рассказать в этом видео. Это вот съезд с Ленинского на 3-е транспортное польцо. Кажется. Даже сам не знаю. Тут еще один съезд вот есть за тоннелем. Вот мы приближаемся к развязке над Варшавским шоссе. Те, кто приедет в Москву и будет передвигаться на своем автомобиле. Я думаю, это видео будет очень кстати. Ознакомиться вот с этими съездами, заездами, разворотами. На 3-е транспортное польцо. Потому что не изучив эти развязки, систему развязок, ну, у нас не попасть. Управиться. Когда несколько кругов нарежете по трешке. Вот, например, было бы неплохо, была бы, например, эта полоса какого-то другого цвета. Что эта полоса предназначена в перспективе съезд, например, на Варшавку. Ну, допустим, голубого цвета или зеленого цвета. И водители бы уже знали, что с этой полосы можно уйти. Это северо-польский или севастопольский я постоянно путаю. Так. Цветом показываешь, что с этой полосы уход, например, вот, как в данном случае, уход на Варшавку в сторону МКАДа. Пусть она была бы голубого цвета, МКАД. Вот. Дальше, за эстакадой, тоже съезд с третьего транспортного, но уже на Варшавку в сторону центра. Я думаю, тут цветовая разметка полос, она бы никак не помешала, а наоборот бы способствовала безопасности дорожного движения. Вот сейчас, по-моему, один влетит на штраф, по-моему, в 500 рублей. Точно не знаю. У нас есть похожие. Вот, словил... Ай, не словил. Вот, съезд... Вот, видите, впереди этот... Как его? Вот, видите, оранжевая заехала на островок. Это карается штрафом. И вот стоит камера. Будьте уверены, этот оранжевый автомобиль, что за маркой, я не знаю, уже попал на деньги. Не, если перегоны возобновлять, то нужно в обязательном порядке брать потоками. Так, ну а мы съезжаем с третьего транспортного кольца на Варшавское шоссе в сторону области. Ну и я, наверное, буду заканчивать свой комментарий, потому что Варшавку вы видели и при дневном свете, и в ночное время. По южей, да. Вот, и я... Вот, вливаемся в Варшавку. Ну, у меня радар ДТ. В Варшавку. На меру здоровое действие. Когда начнет пищать, да? Я его звук обравно не имею. Ну всё, мы на Варшавке. Желаю всем всего доброго. Следите за видео. Постепенно буду вас знакомить с разными развязками на разных участках дорог города Москвы. Надеюсь, следующее видео снимать более качественным видеорегистратором. Но зарекаться не буду. Зарекаться не буду, потому что, как говорят, вот, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну всё, осталось там, по-моему, две минуты. На этом репортаж заканчиваю. Всего вам доброго. Продолжение следует. Спасибо. Нажимаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...